С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан сегодня 11 апреля вторник. В студии Фарида Чупанова доброе утро. По всем регионам России прошли антитеррористические митинги и акции в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга. Тысячи жителей Дагестана также пришли на главную площадь Махачкалы, чтобы выразить свою поддержку пострадавшим и солидарность в борьбе с террором. Репортаж Виктории Кубаевой. Террору и насилию нет места в здоровом обществе. Дагестанцы вместе со всей страной пришли сказать свое слово в борьбе с терроризмом и выразить солидарность жителям Санкт-Петербурга в их горе. Здесь практически у каждого присутствует стикер «Мы против террора». Это не просто стикер, это внутренний голос, внутренний голос каждого, что мы жителям Санкт-Петербурга, мы разделяем их неутрату, вся молодежь, все жители Дагестана против террора. Террор – это явление, которое вообще несовместимо с нормальным гражданским обществом. На что они посягают? На человеческую жизнь посягают? Кто им дал на это право? Мы за мирное процветание нашей республики, как и всей страны, поэтому на призыв того, чтобы собраться сегодня в этот прекрасный день, очень много людей отвлекнулось, как вы сами видите. Противостоять террору могут только, если все люди сплоченно объединятся и все вместе начнут решать эту проблему. И людям надо быть бдительными, бдительными в этом вопросе и стараться как бы помогать и правоохранительным органам. Все эти вот негативные организации, которые разлагают жизнь наше общество, мы дагестанцы нетерпимо относимся к этому. Ни один нормальный дагестанец не может сказать, что он в какой-то степени может вот это вот терпеть. В республиканском митинге принял участие глава республики Рамазан Абдуатипов. Своим отношением к происходящему с нами поделился и спикер парламента Хизри Шихсаидов. Дагестанцы, как никто иной, на себе ощутили и террор, и экстремизм, и терроризм. Поэтому с первых дней, с первых часов и минут, как все это произошло в Санкт-Петербурге, этот теракт взволновал миллионы дагестанцев. А сегодня все дагестанцы вышли на эту площадь. Чтобы еще раз вместе объединившись, сказать террору нет и поддержать наших братьев, сестер в Санкт-Петербурге, сказать, что мы вместе с вами и будем с этим трудом бороться до конца. Террористы захватывают заложников, взрывают мирных людей, не стесняясь прикрываются женщинами и детьми. Они готовы на все ради достижения своих бесчеловечных целей. Часто люди с трудом подбирают слова, чтобы высказать осуждение происходящему. Мы хотим показать, что мы студенчество, молодежь, мы призываем всех остальных быть против насилия, против террора и поддерживаем всю нашу республику в этом розыске. Обороться нам всем нужно на уровне нашей головы, на уровне нашего сознания, чтобы каждый из окружающих четко понимал то, что террор это зло и то, что террор несет только негатив и ничего положительного в этом нет. Нормальные люди должны относиться крайне отрицательно. Это ненормальное явление и террористов, я не знаю даже как назвать, у них ни человечности, ни религии, ни национальности, ничего нет. Это зло. Мы за то, что проводились такие мероприятия, организации. Я думаю, это необходимо для всех, начиная от молодежи до взрослых. К террору, конечно, все отрицательно будут относиться, потому что это естественно. Люди не хотят умирать и умирают просто невинные жертвы. У террора нет национальности и вероисповедания. Приобретая всемирный характер, он приносит горе и лишает покоя простых людей. А держать верх в борьбе с ним можно лишь объединив усилия. И прошедший Махачкали митинг, как и в других регионах страны, доказал. Россия не едины в своей позиции. У террористов нет ни единого шанса навязать нам свои безумные идеи. Еще одну акцию по посадке деревьев провели сотрудники дагестанского МВД. На этот раз сотрудники и руководство МВД посадили более 400 саженцев в Кизлюртовском районе на территории султан-енги-юртовской школы номер два, названной в честь героя Советского Союза Гаджи Буганова. Кроме того, руководство министерства встретилось с ветеранами Великой Отечественной войны Абдурахман Гаджи Гаджиевым и Камилем Устархановым, который долгие годы посвятили службе в МВД. Ежегодный фестиваль французской культуры «Франкофония» пройдет завтра в Махачкале в Национальной библиотеке. Для участия в мероприятии приглашен представитель Франции Тома Дужен от культурно-просветительской некоммерческой общественной организации «Альянс Францез». В программе фестиваля выступления студентов вузов Махачкалы и учащихся дагестанских школ, а также доклады преподавателей ДГУ. Управление Роспотребнадзора по республике в рамках Европейской недели иммунизации, которая проводится с 24 по 30 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения, будет организовано тематическое консультирование. Тема очередной Европейской недели иммунизации вакцины приносят результат. Консультация населения по вопросам иммунизации, относящимся к компетенции Управления Роспотребнадзора по Дагестану, будет проводиться с 24 по 30 апреля по телефонам горячей линии 690346 и 690328. Показ видеоверсии оперы Александра Бородина «Князь Игорь» в исполнении артистов Мариинского театра Санкт-Петербурга состоялся в Махачкале. Перед демонстрацией фильма руководитель оперного клуба Александр Пласолов рассказал историю создания данной оперы на основе русско-эпической поэмы 7 века «Слово о полку Игореве». Следующая встреча с оперной музыкой в Национальной библиотеке пройдет 16 апреля. Юбилейный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения народного артиста России Наби Дагирова, прошел в Кумыкском театре. С воспоминаниями о композиторе, говорит заслуженный деятель искусств России Наида Абдулгамидова. 95 лет Наби Садыковича. Как это давно и как это недавно все было. Выпускница Махачкалинского музыкального училища директор Наби Садыкович Нагиров напутствует для поступления в Московскую государственную консерваторию. Выпускница Абдулгамидова, Алиева, вернее. Все это в памяти. Вся моя жизнь и студенческая, и профессиональная работа в министерстве, и вообще в культуре Таистана связана с этим замечательным человеком. С моим земляком я горжусь, что я была рядом. Общение с таким высоким профессионалом, оно никогда не проходит бесследно. Для меня это тоже имело очень большое значение. Вместе с другими преподавателями училища, когда я училась. И в последующие годы Наби Садыкович, все его интересные идеи, была возможность министерства культуры поддерживать. Заказали ему балет «Парту Патима», который он поставил силами государственного ансамбля Несгинка. Так было заказ ему Ильчи Казака оперы, которую поставили на сцене Дагестанского театра оперы и балета. И базовая была приобретена министерство. Но, к сожалению, третье произведение, оно пока не нашло своего сценического воплощения. Но я думаю, что сейчас наступил период ренессанса человеческой судьбы, написаны ключи Дагирова и все те пробелы, которые сегодня имеют место в пропаганде его творчества. Бенефис заслуженного артиста России Гусейна Казиева состоялся на сцене Аварского театра. Актер представил зрителям моноспектакль «Мой Дагестан», одно из известнейших произведений Расула Гамзатова. Напомню, в прошлом году Гусейн Казиев отмечал 70-летний юбилей и 50-летие творческой деятельности. Он является ведущим актером Аварского театра и одним из популярных актеров республики. Театральная студия Кумыкского театра начнет свою работу при факультете культуры ДГУ. Обучение будет проводиться бесплатно. В образовательную программу будут входить занятия по технике речи и актерскому мастерству. Мастер курса, директор Кумыкского театра, заслуженный деятель искусств России Скандарбек Тулпаров. Первое общекомандное место заняла сборная Дагестана по боксу среди юношей на первенстве России во Владикавказе. В активе наших боксеров два первых, одно второе и одно третье место. Награды высшей пробы у Хамзата Шамхалова и Джамбулата Бижамова. Дагестанский пловец Руслан Гасанов выступает в чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве. Всего в главном национальном старте года принимают участие около 700 российских пловцов. Напомню, Руслан Гасанов – первый мастер спорта по плаванию из Дагестана. На прошедшем чемпионате СКФО он выиграл пять заплывов из шести, показав лучший результат среди всех участников. В ближайшие сутки по районам Дагестана местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура 10-15 тепла. В горах 3-8, местами до плюс 12. В Махачкале сегодня небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 11-13 тепла. Температура воды в море 9 градусов. На этом наш утренний выпуск завершен. Мы следим за развитием событий. Хорошего дня и всего доброго.